Хотел бы с вами обсудить вопросы кадрового обеспечения системы Министерства иностранных дел. Чтобы скоординировать в целом нашу работу в связи с приходом нового министра, я уверен, что будут определенные корректировки, перестановки в самом министерстве. Поэтому очень важно нам в этом плане определиться. Но сразу хочу сказать, что как в никаком другом министерстве, в министерстве иностранных дел должно быть бережны отношения к кадрам. Вообще в стране так должно быть, но министерство это особый орган и бережность вопрос номер один по отношению к кадрам. Но и еще раз хочу, это Максим Владимирович касается прежде всего и премьер-министра, ни в коем случае не исходить при назначении людей, под себя назначить. Вы знаете, что я часто избегаю такого термина, как команда. Вот мы тут свою команду собрали. Слушайте, если Максим Рыженков хорошо играет в баскетбол, это не значит, что он должен баскетболистом набрать всех и так далее. Мы должны, ну я к примеру говорю, или я там футболист, значит футболистом, или сейчас хоккей. А если Иван станет президентом, он у всех силовиков поставит в строй на основные должности. Мы должны исходить из того, что есть. Меня в этом не упрекнуть. Когда я стал президентом, я не исходил из того, что я должен изначить везде там своих. Даже те, кто был в штабе альтернативных кандидатов, против меня боролся как мог, они остались работать и большие должности занимали потом. И нормально работали на государство. То есть я всем дал шанс, работайте, если хотите и можете. Нет, ну через год-полтора кто-то сам сбежал в той сложной ситуации. От кого-то я отказался. Поэтому надо очень аккуратно строить свои отношения с коллективом. Надо понимать, что с неба не упадут нормальные люди. Поэтому ни в коем случае не исходить из положения того, что вот я под себя тут назначу, мне будет удобнее. Ну это уже работа администрации президента. Они должны быть настоящим фильтром, прежде чем вносить предложение президенту. Что касается внешней политики, естественно, она скорректирована с учетом тех бешеных фашистских санкций, которые введены против нашего государства. И как я вам когда-то говорил, забудьте про эти санкции. Их нет. Ну а какие санкции? Мы переориентировали свою торгово-экономическую деятельность. Мы не гигантское государство. Да, продаем по отношению к тому, что производим внутри нашей страны, продаем немало. Но это не гигантские объемы. Продаем много продовольствия. Ну так надо понимать, что спрос на него будет расти. Надо только вовремя предложить там, где будет расти этот спрос. Да и на традиционных рынках, посмотрите, в России, в Китайской Народной Республике спрос на продовольствие приличный. Даже в Европе, в Европейском Союзе. Ну, хотели они у нас покупать рапсовое масло. А это большой удельный вес, который мы продаем в экспорте. Они и сейчас готовы и покупают. И никто от этого не отказывается. То есть надо шевелиться для того, чтобы продать на тех рынках, где нас ждут. Но мы переориентировались. Называли когда-то дальней дугой, кроме российского рынка. Ну так мы сегодня и начали осваивать эту дальнюю дугу. Это продовольствие. А чтобы вырастить молоко и мясо, это самое продовольствие, нужны минеральные удобрения и техника. Научитесь, как это делают россияне, гражданскую и военку упаковывать в один конверт. Хотите это купить, пожалуйста, мы вам это продадим, но купите у нас и этот товар. И это тоже одно из направлений. Особенно, я говорю, если это продовольствие, так сельхозмашиностроение, которое у нас очень развито. Сельхозмашины надо, минеральное удобрение надо и прочие товары. Поэтому необъятный рынок, который сегодня развивается. Масштабы колоссальные в Азии. И особенно мы ушли и в развивающиеся страны, и в развивающийся рынок в Африке, Латинской Америке. Вот с кем я не встречался из глав государства, они очень хотят с нами сотрудничать. Тем более, что мы активно очень себя ведем и в ШОС, и в БРИКС. Но главное для нас в Министерстве иностранных дел – это торгово-экономические отношения. Торговля, торговля, еще раз торговля. Потом это белые манжеты и воротнички, представительские функции и прочее. Потом вся политика и дипломатия. Суть ее должна в нашей внешней политике дипломатии заключаться в том, что мы должны заниматься торговлей, торгово-экономическими отношениями. Все здесь сконцентрировано сегодня в Министерстве иностранных дел. Поэтому я уже говорил премьер-министру, и бывший министр иностранных дел, сам из этой сферы должен контролировать торгово-экономические отношения и кадры в этой системе. Эта задача, Роман Александрович, за вами остается как важнейшая в кадровом отношении. Да и сегодня у нас бывший посол, глава администрации. Хорошо знает, как экономист производства и знает, чем должны заниматься. Ну, как никогда, министру иностранных дел сложнее в этом плане работать, потому что кругом специалисты, кругом люди, которые работали в системе Министерства иностранных дел. Это хорошо. О чем я хотел еще посоветоваться. Вы предлагаете ряд назначенцев и в СНГ, будем так говорить, и на дальнюю дугу. Мы договорились, если европейцы с нами не хотят, американцы сотрудничать, ну что мы рвемся туда? Что мы назначаем туда людей, чтобы они охраняли здание посольства? Давайте переориентируемся на главные наши торговые рынки. В СНГ дальние дуги. Ну, в СНГ, ясно, выборы и прочее. Идет замена кадров. Вот только что мы назначили нового руководителя. Беларусь Калия. Иван Головатый высвободился. Опытный, толковый руководитель. К примеру, их надо использовать. На внешнем треке надо использовать. В рамках Содружества независимых государств. Потому что они все знают русский язык и на месте пробывания тоже. Там, где дальняя дуга и прочее, ну ясно, там люди хотя бы английский язык должны знать. Но это не значит, что знаю английский язык, что это ровная дорога. Нет. Он должен быть профессионалом. Должен быть преданным своему народу и государству человеку. Поэтому из этих соображений мы обсудим сегодня и те кадровые предложения, которые Министерство иностранных дел вносит. Но еще раз вас предупреждаю. Максим, он хороший профессионал и специалист, опытный, уже прошел огонь, воду и медные трубы. Но в характере у него все равно еще есть. Вот это, 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 этот будет работать, потому что мне с ним удобно. Это у него есть. Но как поварившись в этом котле, он поймет, что удобно, это не всегда удобно и хорошо. Должен быть профессионал. Сказал ему, он организовал дело и дает результат. Я уже отчасти с некоторыми проходил эту дорогу. Вот он свой, удобный, а потом не знаю, что с ним делать. Поэтому советую и вам исходить из профессионализма и надежности. Конечно, мы рассчитываем на Максима Владимировича, что в Министерстве иностранных дел, Иван Станиславович, не будет этих негодяев, которые предавали нас. Спасибо.